Среди различных традиционных матчей есть такие, которых ждут с особым нетерпением. СССР и Норвегия – две ведущие конкобежные державы. В 12-й раз встречаются сборные команды двух стран. Московский стадион «Динамо». Первая дистанция – 500 метров. Норвежец Свен Эрик Стянсен и советский спринтер Борис Гуляев. Вот он вырывается вперёд. Гуляев финиширует с лучшим результатом соревнований – 41,7 секунды. На этой дистанции бесспорной была победа советских скороходов. На пьедестале почёта трое наших – Гуляев, Орлов и Каплан. Но впереди ещё три дистанции. И победит в матче та команда, которая наберёт большее количество очков в сумме всех четырёх дистанций. В забеге на пять километров встретились норвежец Томасон, он в белой шапочке, и советский спортсмен Эдуард Матусевич. Матусевич находится в хорошей спортивной форме и с большим преимуществом выигрывает этот забег. А на следующий день в беге на 10 километров в жребий свёл Матусевича с рекордсменом мира Фредом Антоном Майером, норвежец в белой шапочке. Лучше идёт Матусевич. А, какая досада! Это было так неожиданно. Но что же произошло с Матусевичем? Посмотрим этот момент ещё раз. Всё шло хорошо, но вот Матусевич зацепил коньком ботинок. Упущена победа, казавшаяся такой близкой. В результате на первом месте норвежец Фред Антон Майер. Но рядом на пьедестале наш Валерий Каплан. Он очень хорошо выступал в этом матче. В забеге на полторы тысячи метров Валерий Каплан оказался недосягаемым для всех участников. И в неофициальном личном зачёте многоборья вышел на первое место. Усилия советских спортсменов увенчались успехом. По сумме всех четырёх дистанций сборная команда СССР одержала победу с перевесом 44 очка. АПЛОДИСМЕНТЫ